Что год в Гомельской областной больнице проводится около 20 тысяч операций, и каждый десятый из них является высокотехнологичной, но операции, которые начали работать на этом месяце, без переборщивания нового уровня региональной медицины. Нейрохирургическое отделение номер 2, больше ведомое сердце пациенту, как отделение хирургии позвоночника в Гомельской областной больнице открыли в Костричнику 2015-го. С того часа тут проведено больше 1,5 тысячи операций, но теперь их эффективность значительно повысится. С 10-го студеня у отделения началось выкрыстание так званой хирургичной навигационной системы опошника 7-го поколения. Теперь операция на позвоночнику, якая может протягиваться до 8-ми годин, будет проводиться с допомогой специального высокотехнологичного обсталевания, якое дозволяя праздмонитор в реальном часе назирать за всем процессом. Действить помылку, якая может створить пациенту додатковые проблемы, в таком разе практически немогчима. Импланты для фиксации позвоночника, винты, крючки, все, что необходимо для стабилизации при переломах, при повреждениях, при заболеваниях позвоночника. Безопасно для пациента установить их в позвонки и в дальнейшем добиться стабильности на уровне повреждения. Второй момент положительной используемой системы – это снижение количества рентгеновских снимков, используемых во время операции. Уникальное обсталевание, набытое за кошт республиканского бюджета при потребности Гомельского Абру-Канкама, его кошт складает около 380 тысяч долларов. Нечто подобное, а ли больше раннего поколения, сегодня есть в тонке у республиканском науково-практичном центре ортопедии и травматологии. Для работы на новом обсталевании у областной больницы притягнули выключено своих медиков, которые прошли специальную переподрихтовку. Дальнейшие планы по техничному оснащению установы у администрации поколь не раскрывают, а ли кажут, что новая хирургическая навигационная система опошним набытком не будет. Направление развития Гомельской областной больницы как медицины в целом – это внедрение малотравматических, как мы называем, малоинвазивных методик хирургической помощи, новых диагностических комплексов. Поэтому в этом направлении будем действовать. Олег Синтеров, Валерий Копанько, Телер, Радо, компания «Гомель».